Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 9 августа, Православная Церковь совершает память святителя Иосафа Митрополита Московского. Святитель Иосаф происходил из дворянского рода Скрипицыных, принял пострижение в Сергиево-Лавре и с 1529 года был там игуменом. Близкий к великому князю Василию Иоанновичу, любителю иноков и иночества, он в сане игумена Лавры крестил у раки преподобного Сергия, сына его и наследника Иоанна, впоследствии царя Иоаннова Грозного. Потом, перед самой кончиной, великого князя Василия Иосаф, согласно давнему желанию самого князя, облег его выноческий сан с именем Варлаама. Не доставало новому иноку князю Мантии, троицкий келарь Серапион отдал свое. По кончине князя вынесли тело его в церковь для отпевания не бояре, а братья Троицкого и Иосифа монастырей. Во время малолетства царя, при буйном управлении бояр, митрополит Даниил принужден был сложить с себя сан первосвятительский, и на место его в 1539 году был избран игумен Иосаф. В своем исповедании веры нареченный митрополит писал, «Во всем следую святейшим патриархам, соблюдающим истинную, непорочную веру христианскую, установленную святыми апостолами и переданную богоносными отцами, а не ту, которую принес Исидор с неосвященного латинского собора, просеявшего злочестием. К тому же обещаюсь не делать ничего из одного угождения великому князю или многим князьям, хотя бы грозили мне смертью, принуждая сделать что-либо вопреки божественным и священным правилам». Блаженный Иосаф выполнил обещание свое с полной твердостью. В эту эпоху совершенного безначалия и неистовых злодейств, которыми особенно отличились шуйские, новый первосвятитель, заботясь о прекращении беспорядков, испросил свободу заточенному князю Бельскому, и действительно, добрый боярин, заняв место в думе правителей и государства, умел остановить грабежи и насилие. Но князь Иван Шуйский схватил и отправил Бельского на Белоузеро, где его удушили. Старание святителя положить предел всяким беззаконием, которые делали бояре-шуйские, навлекли на него страшную ненависть последних. Толпы неистовых едва не убили святителя. В келью его бросали камни. Во дворце самого великого князя он не нашел защиты. На Труицком подворье готовы были растерзать его. Именем преподобного Сергия игумен Алексий умолил пощадить жизнь первосвятителя. И после многих обид и насилий святитель Иосаф был сослан на Белоузеро, в Кириллов монастырь, но потом выпросил себе милость провести последние годы на месте иноческого обета. Ему и здесь были неприятности. С ним жили тогда люди, которые сами по себе мало хотели жить в монастыре, и которых загнали туда только беды жизни мирской. Они часто оскорбляли блаженного Иосафа припадками своего мирского своеволия. Невольными и вольными скорбями святитель очистил душу свою для светлых радости неба и мирно почил 27 июля 1555 года. Мощи святителя Иосафа почивают под спудом в южном притворе Троицкого собора в Серапионовой палате. Память празднуется в день представления. В уединении блаженный Иосаф еще потрудился для церкви, рассматривая присылаемые к нему рассуждения Стоглавого собора и усердно занимался исправлением книг для пользы общей. В сборнике его читаем. Божией благодатью и Пречистой Богородице помощью переписал житие святых преподобных отец. Писал с разных списков «Часть обрести правы». И обреток в списках много неисправно. И елико возможно моему худому разуму сия исправлял, а я же невозможно сия оставих, да имущий разум больший нас тии исправят, неисправленное и наполнят недостаточное. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых великомученика и целителя Пантелеймона, преподобного Германа Аляскинского, блаженного Николая Качанова, Христораде Юродивого и Новгородского, преподобные Анфисы Монтинейской игумени и 90 сестер Ея, равноапостольного Климента, архиепископа Охрицкого, Наума, Саввы, Горазда и Ангеляра, священномучеников Амвросия Гудко, епископа Сарапульского, Плато Нагорных и Пантелеймона, Богоевленского, пресвитеров, священномученика Иоанна Соловьева, пресвитера. Всех, кто носит имена святых, прославляемых церковью сегодня, я сердечно и тепло поздравляю с днем тезаимеництва. Благожелаю именинникам бодрости духа, крепости телесных сил, будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето. Субтитры создавал DimaTorzok